Всем привет, народ! Последние лет, наверное, пять у себя дома, на участке я нахожусь в состоянии постоянного, никогда не останавливающегося ремонта и стройки, и, соответственно, мне всегда нужны строительные материалы. И я периодически мониторю сайт Авито на предмет чего-нибудь бесплатного и халявного. Люди очень часто отдают что-то самовывозом в дар, когда им что-то не нужно, валяется, мешается, и они пишут объявления. Соответственно, что я забирал? Я забирал битый кирпич несколько раз за бутовку, забирал хороший кирпич, просто его нужно было почистить, двери забирал, в сарай ставил, окна забирал, в сарай ставил, забирал природный камень, достаточно много, кстати, природного камня, разобрал целый сарай, тут недалеко в деревне, и сделал из него фундамент своей беседки. В общем, удобное дело, скажу я вам, забирать что-то бесплатно, просто нужен транспорт, у меня он есть. Вот, и буквально вчера на сайте Авито увидел, что человек отдает целый дом, ну, такой дачный маленький домик, каркасно-счетовой, в принципе, его можно разобрать, привезти к себе, собрать будет отличный сарай. Меня это крайне заинтересовало, и я решил расширить поиск сначала до всей области, потом до всей страны, и посмотреть, отдают ли вообще люди дома бесплатно, прям целиком дома. В общем, сегодня, друзья, подборка домов, совершенно бесплатных домов, которые вы прямо сейчас можете себе забрать. Вот он, кстати, тот самый первый домик, 60 квадратных метров, Московской области, а дам бесплатно, 5 на 6 метров, с самого Иллоса, очень неплохой вариант, мне кажется, давайте посмотрим на домик. Приятненький, шторочки висят, окна есть, все удобненько, шифер. Я думаю, что дом в нормальном состоянии, в принципе, можно брать, если живешь недалеко, почему бы себе такой не взять. Вот, кстати, еще неплохой вариант, тоже Московская область, тоже дом в дар. Он маленький, он синенький, что самое главное, но с виду такой достаточно ухоженный домик, тоже, мне кажется, хорошее состояние, и тоже он каркасно-щитовой, его легко разобрать, загрузить куда-нибудь на КАМАЗ и отвезти к себе на участок. Это, что касается дачных домиков, они есть, и легко разбираются. Разобрал этот каркасно-щитовой, перевез к себе, собрал. Но есть и целые настоящие дома. Мы сейчас имеем в виду, конечно, деревянные дома, срубы, потому что их легко разбирать, по венцам разбираешь, КАМАЗ грузишь, перевозишь, собираешь. Есть ли такие дома? Есть. Смотрите. Например, дом 60 квадратных метров, в Ульяновской области, правда, он расположен. Опять же, если вы живете недалеко от Ульяновской области, почему бы и нет? Вот такой красивый синий домик, прям с наличниками. Выглядит очень мило. Я думаю, что под обшивкой там как раз-таки сруб, и, в принципе, он на хорошем фундаменте, можно обратить внимание, и, соответственно, дом должен быть в хорошем состоянии. Вот. Еще что интересно у этого домика, можете обратить внимание, видите, у него пристройка есть, и там красная крыша. Это значит, что за домиком ухаживали, его чинили, ремонтировали, эту пристройку сделали, крышу новую покрыли. Соответственно, из чего мы можем сделать вывод, что дом должно быть в хорошем состоянии. В общем, если вы в Ульяновской области, забирайте себе. Я бы жил, точно забрал бы. Ну, конечно, не все дома в таком хорошем состоянии. В основном люди под самовывоз отдают уже, прям, скажем, рухлить. В этом случае дом тоже может пригодиться. С одной стороны, как дрова. Вот, кстати, примеры можете наблюдать, да? Вот такие дома можно использовать, во-первых, на дрова. Во-вторых, можно разобрать, опять же, дом по венцам, привезти к себе, собрать из того, что есть. Но из него можно сделать отличную баню или сарай. Я бы тоже себе такой забрал под сарайчик или баньку. Вот такой тоже с тремя окошечками. Отличная банька получилась бы. Тут, друзья, я наткнулся буквально на жемчужину. Только представьте себе, деревянный дом. Конца 19-го, начала 20-го века. 12 на 9 метров. Огромное строение. Мне кажется, оно даже историческую ценность имеет. Шесть окон по фасаду. Резные наличники. Красота невероятная. Такой дом, мне кажется, заслуживает не то, что разобрать, привезти, собрать, отремонтировать. Он заслуживает настоящей реставрации. Смотрите, какая красотень вообще. Кстати, в Московской области и наличники резные. И все прям вот. Тут даже вот сами наличники можно брать и сдавать в музей. Даже на крыше, обратите внимание, есть такой балкончик. Тоже очень резной, очень красивый. Вот этот дом я прям с удовольствием забрал. Мне кажется, он в хорошем состоянии и заслуживает того, чтобы ему дать вторую жизнь и второй шанс. В общем, друзья, бесплатных домов по стране сейчас отдают достаточно много. Можно себе какой-нибудь просмотреть. Но единственное, это, конечно, имеет смысл, когда недалеко. Потому что здесь, конечно, вопрос логистики. Если бы вот один из этих домов, который я вам сегодня показал, был у меня где-то на соседней улице. У меня есть КАМАЗ с манипулятором. Да я приехал туда, забрал, на следующий день почистил, к себе привез и поставил себе баню, сарай, может быть, даже жилой дом, смотря в каком состоянии. Но если дом где-нибудь очень далеко, там 100, 200, 300, тысячи километров, то, конечно, не имеет смысла. Поэтому, друзья, вот вам мой совет. Смотрите периодически Авито на предмет бесплатных домов. Да не только домов, но и стройматериалов. Я буду периодически делать подборку, показывать вам, что бесплатно можно найти на Авито. Если нравится такой формат, ставьте лайк. Давайте в комментариях обсуждать, какой дом вы бы себе забрали, имеет ли вообще это хоть какой-то смысл. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Не болейте, удачи, пока-пока.